Происходящее в этот день для виновницы торжества стало полной неожиданностью. Настя Головина – одна из первых героинь программы «Право на маму». Четыре года мы следили за непростой судьбой девочки. В 14 лет она осталась сиротой при живых родителях и отчаянно пыталась принять эту реальность. Перед выпуском из детского дома Настя написала книгу. Удивительная фэнтези о том, как ангелы ценой своих жизней спасают землю. Эту книгу девушка получила в день 18-летия в подарок от нашей программы. В жизнеутверждающей повести отразилось то, что удалось пережить и понять за годы сиротства. Ее содержание напрочь рушит стереотипы детдомовских детях, существующие в обществе. Если вы прочитаете эту книгу, я думаю, что у вас все-таки, наверное, будет несколько иное уже впечатление о наших детях. Очень здорово, что Настя не озлобилась. Очень здорово, что она обратилась к ангелу. И, наверное, через обращение к ангелу она видит, что очень много хороших людей на земле. На необычный день рождения пришли те, кто поддерживал Настю все эти годы. Вместе с ней многие из них поняли, что важно не доставить ребенку минутное удовольствие, а научить его жить в нашем мире. Хотелось бы, чтобы те люди, которые готовят подарки сиротам на Новый год, на Рождество, еще на какие-то дни, там, Дню ребенка сейчас будет, да, 1 июня, помогли бы издать эту книгу, чтобы мы могли бы их распространить среди воспитанников детских домов, чтобы они, читая их, могли получить какое-то основание для своей дальнейшей жизни. Повышенное внимание вопросы журналистов стали для Насти настоящим выпускным экзаменом во взрослую жизнь. И она совершенно точно знает, что именно ей нужно для того, чтобы стать счастливой. Родных людей, которые просто рядом, которые очень хорошие, которые в моем окружении, чтобы они были рядом просто, и просто, значит, с ними все хорошо, все, не надо ничего больше. Инесса Панченко, Константин Головин. События.